Дорогие друзья, всем привет Еще ночь Мы готовимся выезжать Как вы думаете, куда? На остров белых грибов Пожелайте нам удачи Дорогие друзья, всем привет Привет Мы снова очутились на сказочном острове И только нас высадили из лодки А с нами оказываются еще подписчики наши Плыли сюда В общем, классно Они пошли в одну сторону, мы в другую И вот мы только разошлись Максимка, что ты увидел? Покажи Прямо на вот этой Противопожарной полосе Вот такая Огромная Шляпа белого гриба Ну что, ты будешь срывать, или я? Под подписчица писала, что за шляпку нельзя брать У нее ушка, кто там под шляпой змею Под шляпку нельзя брать Она хотела сказать А на шляпку? Смотрите Какой приятный Это уже зрелый Он не старый, он просто созревший Это пойдет маме в корзинку Ого, тяжело Да Мне не жалко Пока они там разбираются с этим беляшом А нам попался полячок Ух ты! Еще один беляшик Катя! Катя занята Тоже, наверное, что-то нашла Не хочется сильно кричать Нарушать эту тишину и покой Прекрасного острова Уже несколько дней моросит дождик Сейчас, я думаю, грибница ожила Мы с вами это можем видеть На примере беляшей Сегодня найдены Посмотрите, как хорошо стало видно Паутинку Обратите внимание Как паучки украсили Вот эту вот сосенку И оказывается Не только эту Наконец-то позавтракаем Потому как мы это планировали Сразу сделать Но стали попадаться нам беляши Хочется отметить, что Самым лучшим бутербродом является Отварное мясо С хлебом Колбаса Заходит не так Не так весело Для тех, кто не знает Я напомню Что этот остров образовался В результате затопления территорий Когда построили дамбу Образовалось Днепродержинское водохранилище Так вот, дорогие зрители В результате затопления Получился не один остров А целый архипелаг Если можно так сказать Есть еще рядом остров Вишняки А за этим островом Кучугуры Находятся Кромары Так вот Остров Кучугуры Имеет площадь 650 гектар А вишняки По-моему 1400 гектар Я помню Что в два раза больше Примерно Но на вишняки В два раза дольше плыть Где-то примерно Недельки полторы Две назад Уже В нашем регионе Ночью были заморозки До минус пяти градусов И недавно Мы с Катей ездили В самарский лес Не нашли там Ничего путнего А только лишь Пару подосиновиков У которых уже были Почерневшие шляпки Вот Еще нашли беленький Ну а так В общем-то Скудно было Ты что-то нашла, Катя? Трупика Ну если трупика То это уже Значит все Там мусор Хотя ножка А нет Смотри Я думала Просто ее кто-то подъел Шляпка только Итак Увидел шляпку Сейчас проверим О, это подос Ну вот Шляпка уже Помороженная Видите Губка Черная А сейчас проверим Ножку Жалко Жалко, конечно Ну мороз Сделал свое дело Ножка хорошая Жалко Покинули мы болотца Мы так поняли С Катей Что нефиг там делать И не зря Мы его покинули Катя уже радостно кричит Что она нашла А что же она нашла? Готов? Да Ну я надеюсь Этот хоть не подмороженный Белеши и не стойки Должны быть Хороший Да нет Хороший Хороший Ну слава богу Я поспешил расстраиваться О том что Грибной сезон В этом году окончен Но рано расстраиваться Друзья мои Там где Толстая Прослойка Из иголочек Там наверное Почва так не промерзла Да и такие грибочки Как польские И белые грибы Они не боятся Первых заморозков Туман Придает этому острову Таинственности Как и Паутинка Меня родня Позвала на полянку Где Куча Куча полячков И действительно Просто нужно Хорошо присматриваться Они здесь Расположились В довольно высокой Траве Поэтому я их Уже потерял Из виду Только что Видел Много А вот К тому же Окрас Соответствующий Облюбовали Они Эту Поваленую Сосену Да я вижу Зайчик Тут много Что за подарочек Что за подарочек Так блестят После дождика То ли после тумана Густого Но дождики тут тоже были Мы специально посмотрели Прогноз погоды Чтобы Не попасть Просак Два дня Здесь Лило Стоит отметить Что в этот раз Полячки Значительно Больше Попадаются Чем Прошлый раз Оно и понятно Им есть что кушать И есть что пить Еще и температура Радует Сегодня обещали Плюс 16 Вот так вот На кучку Сбрасываем Потом обработаем И в корзинку Неси сюда Максимчик Когда матушка Моя Пересматривает Мои видео Постоянно делает Мне замечания Че ты постоянно Отвлекаешь Катю Я просто хочу Чтобы она Со мной вместе Восхитилась Среди Вот Такого количества Полячков Это буквально За считанные Минуты Здесь Нашел я Посмотрите Какая шляпендрия Один лишь Максик Разделит Со мной Сейчас Эту радость Ой А какая Нажендрия Какой красавец Смотри Шляпа Как у Мюнхгаузена Или как у Д'Артаньяна На кого Больше Похож Надо Не могу Красота Среди Всего Прочего Попадаются Еще и Рядовки Зеленые Но В нашей Корзинке Сегодня Места Традиционно Для них Нету Местность Меняется На такую Более Зеленую Более Молодую Там Дальше Болотце Интересно Что же Нас Ждет Там Пока Вот Немножко Белых И Почти Полная Корзина Польских Что-то Очень Свежее И Недавно Вылезшее Ждет Нас На Пригорке Я думаю Что это Масленок Молодой Так И Есть Смотрите Как Красиво Наряжены Так Вы Что Сюда Идете Я Не Пойму Давай Я Засниму Главное Я Пока Тут Стоять Смотрите Подождите Подождите И Дайте Я Сначала Свой Покажу А то Приперли Так Один Смотрите Ничего страшного Смотрите Прям Мох Длинноногий Ого Дима Посмотри Как Вот это Да Классно Такой Смотрю Возле тебя Там Кустика Вот Спустились С Максиком Такую Низинку Привлекательную Привлекательную Своим Мхом Здесь Вырос Огромный Рыжик Он Очень Большой Вот Как Моя рука Примерно Как Для Рыжика Это Круто Не Хочется Повредить Хрупкий Грибочек Большой А Максимушка Нашел Беляша Да Нет Этот Беляш Больше Похож На Масленка Максик О Какой Масленок Замечательный Вот Оно Пастбище Кабасиков Как Они Тут Все Порыли Чувствуешь Себя На Рыбалке После Того Что Берешь В Руки Такой Слизкий Грибочек Постоянно Вытираю Об штаны Руки Как На Рыбалке Все время Хочется Ходить По Таким Красивым Местам Свободным Таким Практически Нету Травы Высокой Все Все Хорошо Видно Однако Здесь Реже Попадаются Полячки Нежели Здесь Где Все Порыто Кабанами Растет Чистотел Видите Здесь Вот Частенько Они Встречаются Мне Кажется Что Там Где Свиньи Дикие Орылись Они Ведь Тоже Любят Грибочки Они Ими Наедаются Здесь Жахезают Чему Грибы Рады Распространяются По всей Площади Острова Преимущественно Там Где Любят Тусоваться Кабанчики Мы Странствуем По этому Сказочному Лесу Собирая Полячки Мечтаем О Беляшах И Вот Наконец-то Издалека Увидел Нечто Подобное Комары Кружат Это Беляшик И Причем Очень Хороший На Сама Зацени Хороший Слава Богу Ты Сыт По горлу Уже Этими Полячками Да Максик Пора Уже Беляшки Беляш Его Тут Есть Его Было Видно Издалека Не Такой Уже Взрослый И Не Червивый Спасибо Катюша Очень 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 Много Грибов Сейчас Червивых Особенно Рыжики Почти Все Червивые Беляши Встречаются Редко И Те Червивые Зачастую А Также Поляки Что Интересно Вроде Ты Срезаешь Ножку Чистой Чуть Чуть Ближе К Шляпке Не Нравится Тебя Она Темненькая Чуть Ближе Шляпки Срезаешь И Видишь Червоточину Просто Нашествие Какой-то Червей Хотя В столь Позднюю Пору Это Удивительно Катя А вот Вы Пошли Дальше А Я Увидел Родственника Моего Предыдущего Беляша Посмотрите Какой Ж Он Красивый Здесь Рядом Умер Зонтик Возможно Чем И Подпитал Нашего Беляшика Вот Оказался Очень Чистый Мальчик Смотрите Прямо Тут Зонтик Растет Рядом С ней Что-что Зонтик Растет И Масленок Это Это Полячок Это Полячок Рядом С ним Зонтик Еще На Держи А В 4 Метрах И Катя Улыбнулась Удача Наконец-то Мечта Сбылась Наконец-то Доставать Конечно Выдыхай На Выдыхе Срывай Смотри Тут Еще У него Кто-то Был С ним За компанию Сожительствовал Я заметила Тут Все Беляши Растут С кем-то Ножку Пришлось Ампутировать А Шляпка Хороша Ну-ка Раскрой Да Улики Прячь Вы знаете Мне кажется Размеры Этих Поляков Говорят О том Что Сейчас Секундочку О том Что У ихних Родителей Что-то Было С Беляшами Где Ага Ну-ка Крупные Экземпляры О Вот Недаром Называют Маховик Каштановый Максим Смотри На каштан Похож Очень Похож Максим Уже Идет Песенки Напевает Себе Поднос Потому Что У него Корзинка Полная Душа Спокойная Он Уже Считает Что Не Зря Приехал Так Сказать Свою Поездочку Отбил 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 Молодчинка Даже Беляша Рошел Такого Веду Сейчас Свою Семью На место Где Должны Беляшки Но Нам Предстоит Пройти Вот Это Все Разрытое Там Где Ноге Неудобно Становиться Этот Участок Надо Пройти Здесь Попадаются Поляки Причем Такие Немалых Размеров Катя Вот Еще Через Тернии К Звездам Пробираемся Дождь Пошел Блин У меня Что-то Нога Болит Это То О чем Я Говорю Дождь Пошел Нога Болит А Здесь Еще Лезть Надо Обходите Там Где Пониже Куда Куда Куды Ж Вы Прытая Хмурый Участок Леса Может Порадовать Полячками Попробуйте Найти Тот Гриб Попробуйте Я Нашла Я Нашел Какой Грибочек Максик Смотри Ну тут Не видно Грибочек Ох Молодец Увидел Неси Я бы даже Сказал Эти грибы Усложняют Наш поход Постоянно Приходится Гнуть Горба Да Размерчики В этот раз Существенно Больше Это я уже Наверное Отмечал Надо Надо куда-то Туда Вроде бы Там Уже Разведняется И вон Кстати Кто-то Пошел Что-то Мы не Примарилась Нет Там Ходит Ну Пойдем Тогда Туда Ты Слышишь Какая Скандальная Здесь Птица Живет И в прошлый раз Она так Кричала Вот Наконец-то Мы вышли В более Красивый Участок Леса Где Предположительно И должны Жить Беляши И вот Наконец-то Первая Звезда После Столь Долгих Скитаний Очень Красивая Местность Во Мхах А здесь Рядом В иголочках Беляш Молоденький Не старенький Хорошенький О Даже Белая Подшляпе У него Мне кажется Такой Подарочек Стал Еще Реже Попадаться Несмотря На Улучшение Погодных Условий На Наличие Полячков Конечно Не жалуемся Целыми Семьями Растут Уже Даже Нагибаться Не Хочется Я Знову Такий Радый Такий Радый Счастливый Просто Счастливый Дивиться Наконец-то Бугарочек Разрываем Беляшик Здесь Только Что Устретил Грибничка Мужчину Он Сказал Ой Обломалась Ножка Ну там Совсем Чуть Осталось И он Сказал Что Встретил Только Одного Беляшек Так Что Мы Очень Везучие Друзья Друзья Мои Встретились Гиграфорчики Даже Эти сладенькие Грибочки Сладенькие Сладенькие Позденькие Грибочки А это Поличокс Поличокс Да Вот Гиграфорчик Еще Вот Еще Пластинка Особенно Они Мне Понравились В Жареном Виде В Прошлом Году Я Первый Раз Продегустировал И Был Сражен Их Приятным Вкусом Поличокс Талонный Тоже? Да Продегустировал любителям зеленушек этот кадр посвящается все усеяно как будто кто-то взял так и высыпал россыпь этих зеленых рядовочек и здесь даже в этом бугорочке тоже зеленые рядовочки почему-то как и мы никто их здесь не берет мы множество сегодня людей встретили все приехали охотиться на беляшей но набрали палечков и грибалка сегодняшняя больше похоже на работу на плантации ты просто гнешь горба потея в четыре часа мы договорились встретиться с нашими спутниками встреча состоится на причале а наши спутники это наши зрители очень приятные люди из запорожья привет вам ради разнообразия хочу собрать гигриков это так я прозвал ласково гиграфоры в прошлом году пожарим их отдельно вот они любители открытой местности в обху посмотрите вроде бы маленькие но их много есть и покрупнее экземплярчики наверное друзья мои завершающий беляшик на сегодня мы конечно еще палечков поднотарим но уже для людей а беляшики и сами видите сегодня очень редкие редкие грибочки на паутинке иголочка парящая в воздухе ну вот макс крутой фокус на паутине очень рано темнеет сейчас пол третьего примерно и уже в лесу становится темно 23 почти посмотрите какой большой поляк он прям похож на боровика можно сверху его испутать ну шо просто хотел тебе такого поляка показать крупного не впечатляет ну просто у него такая нога толстая была шо его мама мне показалось дейсно злигалась с беляшем мисцевым ну это тонконогенький а тут у шляпень катя вон там он нашла срез кто-то нашел беляша и оставил срез а здесь с таким бледным видом лица очередной беляшик роз я даже не стал его сразу снимать потому как подумал что это не беляш посмотрите как какой больной вид он имеет но все равно беляшик же цветовой день очень короток а сегодня он еще и сер но ярок своими впечатлениями посмотрите друзья какой результат на фоне того что сейчас процветает без грибе я считаю мы неплохо подлохматили сегодня а еще есть у нас для вас интересная новость может быть для кого-то покажется интересной катя завела свой youtube канал где она хочет показывать приготовление обработку грибов разнообразные блюда с ними я думаю будет интересно ты тоже так думаешь да поэтому просим вас подписаться на ее канал и поддержать лайком и конечно же комментарием оставьте пожалуйста комментарий это будет обратной связью с вами очень приятно читать ваши комментарии спасибо вам заранее ссылку на катюшин канал я оставлю в закрепленном комментарии под видео всем пока друзья пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok